В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Ловкость, точность, позитив. В Кандалакше прошел молодежный турнир страйк. На старте железные кони. Первый этап чемпионата области по мотокроссу состоялся. Оседлать Аргамак и Берун приехать на старт. Чья семейная команда оказалась самой быстрой? 2 марта наш город встречал любителей быстрой езды на мотоциклах. В Кандалакше в районе лесозавода прошел первый этап чемпионата Мурманской области по мотокроссу, организатором которого является Кандалакшская автошкола ДОСАА в России. Соревнования давно стали традиционными и с каждым годом привлекают все больше любителей экстремальной езды. Мотокросс – один из самых зрелищных видов спорта. Он традиционно привлекает большое количество зрителей и участников. В нашем городе уже не первый год подряд проходит открытие сезона. В этот раз помериться силами и скоростями на трассе протяженностью 1200 метров приехали около 50 спортсменов со всей Мурманской области. У нас традиционно открытие чемпионата Мурманской области по мотокроссу проходит в Кандалакше. Как правило, в феврале месяце приурочено 23 февраля. Соревнования уже стали традиционными, поэтому количество участников с каждым годом все больше и больше становится у нас. Тем более вид спорта значительно интереснее, наверное, чем лыжи или коньки, поэтому смотрится экстремальный вид спорта, смотрится значительно интереснее. Большие скорости – это не только зрелищно. Экстремальная езда на мотоциклах требует отточенной техники вождения, ловкости, хорошей реакции и умения рассчитывать свои действия. Особенно это актуально для соревнований, которые проходят в зимний период. Скользко. Есть класс на шипах ездят, а есть люди, которые ездят без шипов. Им немножко посложнее. Это уже мастера, профессионалы катаются. Травма опасная и очень травма опасная. Из взрослых гонщиков нет ни одного, у кого что-нибудь не было сломано. Отсюда и серьезные требования, предъявляемые ко всем участникам заездов. В обязательном порядке это экипировка, то есть защита должна быть полная, начиная от сапог специальных, на коленники, на рукавники, защита шеи, груди, черепаха, так называемая, и шлем. Это в обязательном порядке. Не допускается соревнования, если не соблюдаются эти условия. Ну а классы у нас от 50 кубов и до 450 кубов. В соревнованиях подобного типа принимают участие не только взрослые и опытные спортсмены. Одним из самых юных участников мотокросса стал Станислав Телишев. Ему всего 5 лет, однако соревнования в Кандалакше далеко не первые в жизни маленького мотоциклиста. Я никогда не занимался этим видом спорта. Для меня каждое его соревнование дается с трудом. Мне очень страшно, за него я переживаю. А он всегда просил, я хочу, хочу на мотоцикле. Ну была такая возможность, мы купили ему мотоцикл. Он сел, сразу поехал. И вот он с 4 лет катается. И первое соревнование, ему только исполнилось 5 лет, он сразу уже выступал у нас на соревнование. По итогам заездов в общекомандном зачете спортсмены из Кандалакшской школы ДСААФ заняли первое место, набрав в сумме 220 очка. На втором месте оказалась полярно-зоринская команда «Арктика». Третьей стала команда «Скиф» из Ревды. Второй этап чемпионата области по мотокроссу пройдет 16 марта в Коле. В очередной раз Кандалакшская молодежь собралась в каскад-парке на общерайонном турнире по боулингу под названием «Страйк». В субботу сыграли партию первые 6 команд. Для них это мероприятие стало замечательным способом проведения досуга, приятным отдыхом с друзьями, возможностью проверить свои способности. А для зрителей порадоваться за своих коллег и знакомых. Молодые, активные, позитивные, целеустремленные. Они объединились для игры в боулинг с готовностью показать, как здорово и полезно можно провести досуг. Перед стартом – знакомство друг с другом, представление команд. Солянка, фаербол, молодежный салат, вечный двигатель, 101 «Страйк». Не в первый раз на борьбу за главный приз настроились труженики алюминиевого завода и средств массовой информации. Организаторы и участники этого мероприятия уверены – молодежный турнир «Страйк» с каждым годом привлекает все больше желающих, становится в нашем городе хорошей традицией. Первый год было 108 человек, второй год было 150, третий сейчас у нас заявлено больше 150 человек. Команд куча. На самом деле турнир приобрел очень большой такой размах общерайонный. Я думаю, что он, ну, скорее всего, он уже востребован в нашем городе и даже уже в целом районе. В течение часа игроки старались сбить шарами как можно большее количество кегли, расставленных в определенном порядке. Здесь участники всю свою меткость показали силу, ловкость, сноровку. Потому как боулинг – это не только приятно и увлекательно. Когда речь идет о командном соревновании, участники настраиваются как на азарт, так и на результат. Не первый год участвуем в подобных турнирах и имеем хорошие результаты. И в очередной раз решили утвердить свое место, свое звание, название команды. И надеюсь, у нас сегодня все получится и мы ожидаем, конечно же, победы. Интересно, потому что это объединяет коллектив, потому что задорно, весело, здорово. Ну и отдыхаем таким образом. Итоги соревнования пока не разглашаются. Потому что в ближайшее время также в каскад-парке соберутся новые группы по шесть человек. Игры состоятся 16, 23 и 30 марта. После чего назовут команду победителя. И ставка здесь, конечно, на лидеров от каждого состава. Ведь даже само название турнира, как бы говорит, побеждают лучшие. Страйк. То есть ситуация, когда все кегли выбиваются с одного удара. Далее новости короткой строкой. Из долгостроя в новый дом уже в ближайшее время может превратиться объект на улице Пронина. В настоящее время проект здания прошел государственную экспертизу. Выдано заключение о том, что дом может быть достроен. Городские власти продолжают работу по предоставлению квартир на вторичном рынке жилья гражданам, переезжающим из ветхих и аварийных домов. На прошлой неделе в порядке очередности была предоставлена жилплощадь двум семьям. С начала этого года в благоустроенные за счет городского бюджета квартиры уже переехало семь семей. Отдел по культуре и делам молодежи совместно с ДК «Металлург» запускают необычный проект – конкурс «Народный артист городского масштаба». Его главная цель – выявить творческие потенциалы молодых исполнителей и дать им возможность презентовать свои способности. Каскад Невских ГЭС сообщает об увеличении холостых сбросов воды через Иовскую ГЭС в районе поселка Зареченск. С 6 марта расчетная величина сбросов составит 200 кубометров в секунду. 16-й международный конкурс детской рукописной книги продолжается. В этом году он пройдет под девизом «Радужные страницы детства». Участниками этого творческого конкурса стали и ребята из Кандлакшского района. На днях их книги презентовали в детско-юношеской библиотеке. 1 марта завершился городской этап международного конкурса детской рукописной книги. Юные писатели уже закончили свои работы и представили их на суд жюри. Перед отправкой в Мурманск творения юных кандлакшан презентовали в детско-юношеской библиотеке. Шедевры ребят будут оцениваться в различных номинациях. Семейная книга, книжки пишет детский сад, спасем природу вместе, мой сильный маленький народ, создаем будущее вместе. А также новая номинация, приуроченная к 75-летию образования Мурманской области. У каждого из нас есть город. Рукописные книги получились разнообразными. Авторы проявили фантазию, творчество, оригинальность, литературный талант и художественный вкус. Некоторые книги и вовсе можно перепутать с поделками. Теперь дело за жюри. Им предстоит выбрать из всех представленных работ лучшие творения. Итоги международного конкурса будут объявлены 29 апреля в Мурманске на празднике рукописной книги. Финальный шестой этап Кубка мира по натурбану завершился в Румынии. Он проходил в период с 27 по 28 февраля. В итоговом зачете российская сборная оказалась на втором месте, уступив команде из Италии. Можно сказать, что высокое призовое место наша команда получила благодаря воспитанникам Кандалакшской школы по натурбану. Екатерина Лаврентьева стала абсолютным лидером среди женщин на всех этапах Кубка мира по натурбану. В итоговом зачете она набрала 600 очков из 600 возможных, не оставив никакого шанса своим соперницам. Лучшим из россиян в итоговом зачете по результатам всех пройденных этапов Кубка мира стал наш земляк Станислав Ковшик, занявший шестое место. В десятку сильнейших вошел еще один воспитанник Кандалакшской сборной по натурбану Юрий Талых. Он стал седьмым в итоговой таблице соревнований. Среди двух местных экипажей на третьем месте также наши земляки. Павел Борщнев и Иван Лазарев, уступившие двойкам из Италии и Австрии. В общекомандном зачете сборная России оказалась на втором месте. Наступившая рабочая неделя короткая. В связи с празднованием Международного женского дня трудиться россиянам предстоит всего четыре дня. Но чтобы длинные выходные прошли интересные и праздничные, работники культуры подготовили для Кандалакшан ряд мероприятий. Всем кандалакшанкам посвящается. Международный женский день в нашем городе будет отмечен концертами и развлекательными мероприятиями. Праздничные торжества начнутся уже 7 марта. В четверг всех дам приглашают присоединиться к разговору о счастье. Так называется концертная программа, которая в 16 часов начнется во Дворце культуры. Своим творчеством и выступлениями зрителей порадует эстрадно-хоровая студия детского музыкального театра «Тилибом». Уважаемые Кандалакшане, вам представляется редкая возможность увидеть один из лучших коллективов Мурманской области на нашей сцене. Приглашаем всех. 8 марта в Металлурге в 19 часов состоится вечер отдыха для тех, кому за 30. С развлекательной программой дарите женщинам цветы. Для граждан старшего поколения 9 марта в 15 часов здесь же откроется клуб встреча. Любители живой музыки приглашают на концерт оркестра русских народных инструментов. Праздничное мероприятие состоится 10 марта в 16 часов. Самый женский день в году отметят 10 марта и на катке на улице Данилова, 28. Здесь состоится развлекательная программа с участием фигуристов Мурманской детской спортивной школы. Начало в 18 часов. Во второй раз для кандалажских детей и их родителей состоялись соревнования по быстрому спуску с горы на Аргамаках. Спортивно-праздничное мероприятие организовал отдел по физической культуре и спорту совместно со специалистами Центра для несовершеннолетних «Гармония». Посмотреть на юных гонщиков пришла и наша съемочная группа. С ранних лет воспитывать привычку к здоровому образу жизни. Такую цель поставили организаторы состязаний по спуску с горы на Аргамаках. Мероприятие прошло на левом берегу реки Нива. Это были парные заезды, в которых вместе с родителями выступили юные участники в возрасте от 4 до 7 лет. В одиночку же соревновались дети младшего школьного возраста. Участники остались довольны, ведь игры на свежем воздухе в солнечный погожий день ребятишкам всегда в радость. Быстрая езда, как приключение. А главное, папа-мама рядом, поэтому за руль садиться не страшно. Я пришел со своей мамой и с ее подругой. Здесь так весело, солнышко светит. Мне нравится, что здесь можно получать присы. Я съехала с папой. Мне очень понравилось. Когда мы поначалу поехали, мне было чуть-чуть страшно. А когда уже съехали, уже стало не страшно. В соревнованиях по быстрому спуску с горы на Аргамаках приняли участие более полусотни человек. В парных заездах самой быстрой стала семья Гвоздиных. В числе лидеров оказались также Новиковы и Власовы. А в личных выступлениях победителями в своих возрастных категориях были признаны Яна Власова, Николай Пахнов, Вика Зарубицкая, Игорь Салтыков. Эти соревнования очень интересны и важны, потому что, во-первых, это семейный отдых. Родители с детьми проводят время интересно. А во-вторых, это популяризация спорта. Я думаю, что из этих малышей в конце концов вырастут большие спортсмены. Организаторы состязаний постарались, чтобы у каждого участника путь был безопасным и приятным. Все, кто не испугался снежных гонок, получили большой заряд позитива – здоровья. А призерам достались грамоты на память, а также медали и сладкие призы. Далее прогноз погоды. Его представляет Единая справочная. По товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе по району будет переменная облачность. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха минус 16, минус 23. Днем будет переменная облачность. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха от минус 8 до минус 18 градусов. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится. 5 марта солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет Единая справочная. По товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин